Вот это заведение открылось вообще без моего участия. Сейчас слабых бизнесменов очень мало осталось. Больше половины бизнесменов сейчас учатся. Кто не учится, он долго не держится на рынке. Мы уже поставили цели на год, сделали стратегическую сессию с командой. Если хотите много результата, хотите больше успеха, жену с собой на учебу. Например, я считаю, что когда мы кому-то помогаем индивидуально, лучше об этом не говорить никогда никому, чтобы не задевать чьи-то достоинства. Не делегируйте задачу, а делегируйте цель. Ага, то есть ты четко научился спускать цель правильно. Да, и на сегодняшний день, это пятое наше заведение, к которому мы находимся, вот это заведение открылось вообще без моего участия. Ага, то есть вы это завели, говорят, что ты уже... Ни в переговорах, ни в инвестициях, ни в ремонт, вообще нигде я не участвовал, она без меня полностью. Это уже команда начала справляться. То есть ты чувствуешь, что ты сейчас приходишь на уровне бизнесмена? Да, да, да. Практически мы уже перешли, потому что в прошлом году мы уже поставили цели на год, сделали стратегическую сессию с командой, определили ключевые стратегические цели на год, видение определили, куда мы хотим идти и так далее. И глобальную цель поставили на 10 лет. И это очень круто сработало, и ключевые показатели всех направлений определили. Это очень сильно и мотивировало команду, потому что это доверие, это осознанность. То есть вообще по-другому, когда команда восприняла это. И больше всего вот это. Моу, шок. Это то, что мы обучали в начальном этапе на минимуме АСГА, потом на системизации бизнеса. Основное, много этих вещей мы рассказываем о системизации бизнеса, как это все формировать, как это все внедрить. Потому что мы работаем на рынке, где много конкурентов, и против нас играют сильные команды, много команд. И все учатся сейчас. Сейчас слабых бизнесменов очень мало осталось. Больше половины бизнесменов сейчас учатся. Кто не учится, он долго не держится на рынке. Это так. Кто не учится, долго не будет держаться. Он все равно банкротится. Если раньше цикл жизни бизнеса был 7-10 лет, сегодня это 3-4, даже меньше. Если ты не меняешься, то ты просто теряешь позитив. Ты должен быть в тенденции и так далее. У тебя очень хорошая команда. Я почти многих знаю. Ребята же многих знаю. Я общался со многими и так далее. И они молодцы, ребята. Очень понимают ценности компании и так далее. Еще можно добавить, вы сказали, 2-3. Это самое основное. Второе можно добавить сюда, то, что вы сказали, все-таки мы не просто так делаем бизнес. Любую вещь, как учит нас религия, мы должны спрашивать себе, зачем? То есть какой целью ты это делаешь? Смысл моего бизнеса. В чем смысл? И, конечно же, есть у нас миссия в компании. Моя личная миссия – быть причастным к каждому благому деле в этом и невидимых мирах до Судного дня. О, шоу, хорошая миссия. Молодец. Супер. Ребята, это очень благородная миссия. Да, и вот когда я начал вас слушать и в тренинге, сразу понял, даже вот сходится эта миссия и надо быть вместе и просто даже помогать вам. Как говорится, если ты не знаешь, хотя бы помогай тому, кто знает, просто рядом включись, да. Я считаю своим долгом как бы вам помогать, потому что вы больше достигли, вы больше знаете, больше опыта и так далее. И, соответственно, и я как бы расту, да. Вот, то есть понравилось очень сильно то, что вы сказали обеспечивать родителей. Не только своих, а системно, то есть выделил определенный процент. Да. Я раньше об этом не думал, не понимал. Системно выделять. Да, я-то обеспечивал как бы, да. Да, да. Как бы временами как помогали. Но когда системно выделяешь, это вообще по-другому. И еще более того, родители и супруги. Да, 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 да. Это очень сильно зашло и это очень сильно как бы объединяет и семью. Да, да, да. Это те люди, которые тебя всегда принимают, какой бы ты ни был, переживают, постоянно за тебя просят у Всевышнего. Это очень сильно понравилось и я это внедрил сразу. Ну, а шо? Ну и третье тоже, наверное, основное можно включить сюда. Мы как мусульмане, как бы, да, мы в разных направлениях должны, да, укрепляться. И одно из это наша семья, как бы, да, и когда ты занимаешься бизнесом и когда ты строишь большую компанию, мировую компанию, да, сотнями миллиардов долларов планируешь и веришь в это, да, ты однозначно постоянно в перелетах, обучение, как мы сказали, команда, много проблем, много тревожек и ты хочешь не хочешь, где-то семья выпадает и меньше времени уделяешь, где-то, да, какой-то период выпадаешь и по-любому мать с ними больше находится. С детьми больше. Да, и вот то, что вы сказали, ну, всегда везде брать семью, супругу, с собой. Да, да, да. Потому что, ну, если ее не обучать, она по-любому передает какие-то знания. Я вот всегда стараюсь супругу обучать и с собой брать. И это очень сильно сработало. Это тебе помогло? Очень сильно помогло. Ты каждый урок взял с собой семью, это очень важно. Я много нашим индивидуальным ученикам, если ты заметили, я говорю, если хотите много результата, хотите больше успеха, жену с собой на учебу. Почему, ребята, мы об этом говорим, потому что мы же часто не бываем дома. Все равно, как бы ни было так, мы же в бизнесе больше работаем. А детей кто будет воспитать? Их мат больше время проводит с ними. Пророк Сальвасман сказал, мат – это мадреси для ребенка. Если хочешь, чтобы твой ребенок был умным, работай над тем, создай возможность, чтобы ее мама была умная. А тогда ребенок станет очень умным, ребенок станет духовным и так далее. Это очень-очень важно. Если мы не поможем им, вот это нашим семьям, женам и так далее, что произойдет у них в голове? В сериале Голливуд, Болливуд, вот это они заполняют у них в голову, то турецкий сериал, то корейский сериал, а потом придешь и ни о чем говорить с ними. Ты станешь разными, разными людьми станешь. А с возрастом очень большой роль играть в семье, а семье очень большой роль играть, чтобы было вдохновение. Да, есть у тебя в семье отношения хорошие, ты такой заряженный был, заряжаешься. Как Всевышний говорит, для вас успокоение, когда мы создали вашу роль. Да, это вдохновение, это настрой, это самочувствие, это совсем по-другому. И как мы знаем, сегодня, 21 век, самая важная валюта, это энергия, самый важный ресурс, и если твоя семья, мать твоей жены, родители, твоя семья тебя не заряжает, как бы, ну, очень тяжело быть в тонусе. А вот ты возил постоянно с собой семью, я видел, на учебах и так далее. И каждый раз, когда ты выходил, ты это все обсуждение, она участвовала, поддерживала, помогала тебе. Да, и это очень интересно, да, и она вообще начала понимать, насколько это сложно, насколько, чем я занимаюсь. Начала уважать больше. Претензи меньше станет к тебе, недовольство меньше станет. Если не поможет, по крайней мере, не мешает. Да, да, да. Как минимум, не будут мешать. Это же так же. Как будто там где-то о нас не думает, а здесь уже четкое понимание и даже переживание хочет помочь. Да, да, да. То есть, вообще, как бы, да, осознание меняется. Меняется их точка зрения. Отлично. То есть, казалось бы, это такие, ну, про бизнес тоже могу много сказать, да, но я хотел именно их отметить, потому что именно мне, как бы, сильно меня зарядило. Потому что, ну, нет цели, как мы сказали, есть миссия. Не просто делать там деньги ради денег, да. Четкое есть понимание ради удовольствия Всевышнего. Но тут есть еще другие обязанности. Семья, то есть, обязан. Либо они тебе помогут выше стать перед Всевышним, да, по уровню, степени, да, либо они тебя, как бы, вниз, да. Потому что есть обязан воспитывать детей и супругу. Еще когда, да. Из-за этого это очень сильно мне помогло, именно, как бы, быть заряженным. Мошала. Ты еще занимаешься много разными социальными делами, благотворительными социальными делами тоже, насколько помню, по городу. Какие направления были? Озвучиваю. Это нормально. Мы эти вещи говорим не для того, чтобы хвастаться о благотворительстве. Мы эти говорим для того, чтобы вдохновить кого-то к добрым делам. Это нормальное явление. Например, я считаю, что когда мы кому-то помогаем индивидуально, лучше об этом не говорить никогда никому, чтобы не задевать чьи-то достоинства. А когда мы делим общественные дела, лучше об этом говорить, чтобы поддерживать других, быть примером. Махатма Ганди говорит, что о какое обществе мечтаете, сначала самим станете таким человеком. Это правда. Помните парки и так далее. Я расскажу сейчас. На самом деле, вот этот проект Павлони, название такое необычное и интересное. Оно вообще не означает кафе. На какое отношение Павлони это дерево, насколько помню? Неспроста это название. Мы долго думали с маркетологом, какое название сделать современное, интересное, которое можно зарегистрировать. Именно вообще этот бизнес полностью создавался, как социальный проект. То есть, проносить пользу обществу, так скажем. Изменить мир к лучшему, если говорить крупно. Вот какую-то пользу принесли. Да. Хоть чуть-чуть. Кормить людей вкусной едой, да? Да. Такая была цель. Назвать такое название, чтобы она несла как бы характер основателя, вообще с какой целью создана. Да. Я в своей натуре как результатник, да, я люблю масштабирование, рост, развитие, скорость. Это дерево очень быстро растет. Павлони. Павлони. У нас была миссия вообще сделать этот город Махачкалу с визитной карточкой к Павлони. То есть, когда у людей они вспоминают Махачкалу и говорят, ассоциировался с Павлони. Как он? Париж. Это точно. И потихонечку мы к этой миссии идем. Вау. Даже сегодня один парень на обучении мне сказал, Юсуга, только в Павлони в городе стал. Это вы сажаете? Я говорю, да, и мы сажаем, и другие сажают. То есть, мы ее приводим здесь, продаем. Как бы тоже, да? Не сами, там ребята есть. Делеста взяли. Тоже мои, да, знакомые. Ага. Они продают. И каждый днем больше и больше их сажают. И они растут очень быстро и красиво. И это как бы реклама получается, да? И как бы такой пример, да, как вы сказали.